Ульяна, Центр, Анна. Ульяна, Центр, Борис. Прием. Ульяна, Тамара, 3 Ульяна, Центр, Борис. Вам отвечает Ульяна, Тамара. 3 Ульяна, Центр, Анна. Прием. Ну вот как-то непонятно. Я вот тебя принимаю, а ты меня не принимаешь. Не открывается, да, у тебя? У УЦБ, УЦБ, УЦА. Я вас не принимаю. Не принимаю. Я принимаю. У это 3 УЦА, у это 3 УЦБ. У это 3 УЦБ, 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 УЦБ. Я вас не принимаю. Прием. Ну, это как-то непонятно работает ретранслятор. Странно, конечно. 3 УЦБ, УЦБ, УЦБ. Скорее всего, он не работает. Ретранслятор. Сейчас попробую идти немножко дальше. Прием. 3 УЦБ, 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 УЦБ. В помехах у вас сигнал где-то на 3 УЦБ, прием. Да, ну вот, если дальше отходишь, УЦБ, 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 УЦБ. Слышу вас сигнал. Прием. Д3 УЦБ, УТ4, Ульяна, Анна Ульяна. УТ4, Ульяна, Анна Ульяна. УТ3, Ульяна, центр Борис. Приветствую. Кю-5. На приеме. Добрый день, ребята. Я тоже слышу УТ4, УЦБ. Ребята, если вы находитесь рядом, очень близко друг к другу, ваши передатчики взаимно запирают приемник. То есть до репитера вы достреливаете, но вы сами просто не слышите репитер. Репитер работает нормально. Разойдитесь подальше. 3 Ульяна, Анна Ульяна, УТ3, Ульяна, центр Борис. Да, принято. Сейчас проверим. Значит, спасибо. Отходим. Значит, пробуйте. Друзья, значит, спасибо большое, что мы сегодня все собрались в штаб-квартире всей Украинской радиоубительской риги. Сегодня пройдет очень интересное мероприятие. Мы будем измерять различные оборудования на селективность. Это оборудование, которое мы пользуемся каждый день, но некоторые моменты можем о нем не знать. Поэтому благодаря сотрудничеству Центра Европейского развития радиоубительства и Киевского центрального радиоклуба мы проведем сегодня вот такие исследования благодаря современной аппаратуре, которая представлена на этом столе. Спасибо нашим друзьям и коллегам с КЦРК. И мы начинаем, друзья, с небольшой лекции. Будем делать кофе-брейки. Арсен УТ4, УДТ сегодня будет дирижировать этим мероприятием. Получаем удовольствие от общения, получаем много-много знаний в нашей школе радиоубителя. Все, всем спасибо огромное. Я передаю эстафету Арсену. Пожалуйста. Добрый день всем. Меня зовут Арсен. Кто еще не знает, кто еще не знает. Сегодня рассмотрим такую ситуацию, которая возникла где-то, наверное, полтора месяца назад у радиоубителей города Киева. Это, собственно говоря, отсутствие работоспособности радиостанций в ближней зоне. То есть, рассказываю. Две радиостанции портативные. Одна из них выходит на передачу на частоте приема ретранслятора. Другая радиостанция стоит, естественно, на приеме на частоте передачи ретранслятора. Понимаете, да? Значит, объясню немножко ситуацию. Когда радиостанция находится слишком близко, передающая радиостанция создает довольно-таки большую энергетику. Относительно небольшой своей зоны. То есть, нарисуем схему. У нас есть какая-то там земля, образно говоря. Тут у нас одна антенна. Здесь вторая антенна. Изначально ситуация была примерно такая, что между антеннами передающей станции и принимающей станции была порядка около двух метров. Так? Значит, по потерям, чтобы вы понимали, которые наводит передающая радиостанция на антенну принимающей станции, ну, это, скажем так, субъективные чисто теоретические измерения, даже, больше сказать, не измерения, а расчеты. Мы можем принять формулу FreeSpace. Она звучит, как, фактически, потери. Они измеряются в децибелах. Так? Всем понятно, да, что такое децибел? Ну, в принципе, кто еще не знает, вы можете посмотреть в Википедии, что есть децибел и с чем его идти. Чисто радиоформула потери. Мы не учитываем здесь, нет, потери в атмосфере за счет газов, влажности, ландшафта. Почему? Потому что расстояние настолько мало, что мы не учитываем даже не матрицу диаграммы направленности антенны. Это все уже, так скажем, мелочь. Почему? Потому что если это уже вникать в такие мелкие подробности, относительно угла излучения основного лепестка, это получается, ну, чистая теория. На практике она бывает не так. Почему? Потому что радиостанцию, когда держим в руке, антенна может отклониться влево-вправо, вперед-назад. Естественно, ДН будет изменяться. Нет, да. На расстоянии 2 метра, повторяю. На расстоянии 2 метра между антеннами будет составлять 31,24, ну, тоже не лезем в такие глубокие дебри, децибел. Это потери настолько малы, что если мы возьмем мощность нашей портативной станции, которая, в принципе, у всех по-разному, ну, если примем, 5 Вт, то, фактически, 5 Вт это 36, 5 Вт мощности. Это будет 36,98 ДБМ. Так? Тоже ДБМ. Что такое ДБМ? Это децибелы относительно мили Вт. Так? Значит, дальше, что происходит? Фактически, если мы рассмотрим нашу такую примитивную схему, потери считаются на линии следующим образом. То есть у нас есть какая-то точка. Это у нас точка мощности, так? Вот эта, 36,98 ДБМ. Далее, мы берем усиление антенны, добавляем. Оно повышается. Ну, обычно антенна имеет положительное значение усиления. То есть получается какая-то мощность. Дальше эта точка, из нее вычитается значение потерь на линии. Получаем точку. Дальше мы добавляем, опять же, усиление антенны на приемнике. И получаем какой-то уровень мощности. Понятно, да? У нас радиотракт заканчивается сразу портативной антенны. То есть я почему вам говорю, это на будущее, что когда вы захотите все-таки, если кто-то из вас хочет считать потери на линии, то нужно учитывать все. То есть если у вас, вы уверены, что портативная или автомобильная станция, там, переносная любая, или даже это стационарная аппарат дома, и на разъеме отдает четко 5 Вт мощности, то это не значит, ни в коем случае никогда не значит, что эти 5 Вт дойдут до антенны. Они туда никогда не могут. 36,98 берем. Это уровень мощности передачи антенны, усиления антенны. Давайте так, мы не будем спорить, но приравняем к кизотропному включателю. Почему? Потому что она не является диполя. Это просто штырье, понимаете, да? Тот противовес, который является корпусом радиостанции, вы, собственно, сами, она, ну, такая. Одноваленна. То есть у прототипов всегда, в основном, в большинстве случаев, усиление антенны отрицательное относительно диполя в ДВД. То есть фактически, а расчеты мы производили, я уточню, не в ДВД, берем, а в ДВД. 5,74. ДВМ. Понятно, да? То есть такой уровень, в принципе, он настолько велик, он больше нуля. Это уже большая дроньки мощности. И никакой радиоприемный тракт с таким уровнем справиться не сможет. Ну, маловероятно. Потому что, в принципе, при таких уровнях уже надо этот сигнал понижать. То есть ставить режекторные фильтра или полосопропускающий. Что влияет на вот эту вот точку, при лица уровня при излучении от антенны? Это КСВ. То есть есть формула, я могу вам разописать ее, она такая относительно сложная. Если кому интересно, получается, если мы хотим пересчитать, скажем так, КПД нашей передающей антенны, зная КСВ, ну, и то относительно точно, мы его можем знать, в принципе, при помощи прибора RatingSpect можно измерить КСВ и посчитать, в принципе, потери, которые возникают при данном КСВ. Значит, выглядит это примерно вот так. Ну, не примерно, а точно. Это потери ML, они тоже у нас в децибелах. Измеряются так. Немного хитрая формула, она пишется легко, кто не знает, в Excel. Значит, в этой точке, если мы вычили кабель, то потом мы еще вычитаем это вот значение. Для тех, кто сразу хочет задать вопрос, что будет при увеличении расстояния, уровень будет падать на приемнике. Мы хотим проверить, как влияет боковой сигнал, скажем так, вредный в данном случае, неполезный, для приема сигнала, полезного на основной частоте. То есть, у нас ситуация какова? Известно нам, что Tx1 назовем. Это же будет частота F1. Она у нас равняется 431, ну, это по факту, 775. Правильно, да? Кто может это сказать? Tx299 канала. Это частота. А другая станция, RX, да? Сразу расписываем. Он у нас 1, RX, естественно. Назовем эту частоту у нас F2 звучит как 439, 370N. Понятно, да? Ну, все в мегагерцах, естественно. Не в килогерцах, не в герцах. Значит, есть частоты, расстояние между ними 7,6 мегагерцов довольно темное. Значит, мы проведем два вида испытаний, предварительных, скажем так. Это измеряем по факту, как возникла ситуация с нашими трутями на расстоянии 7,6 мегагерцов, потому что это тоже имеет значение. А потом сделаем так, как это производится по стандартам, будет произведена проверка по соседнему каналу. То есть, фактически, мы выставляем какую-то частоту, это обычно средняя частота рабочая диапазона. Выставляем частоту на один шаг ниже и выше, то есть, в данном случае, у нас шаг 25. и проводим измерение. То есть, по факту, у нас будет... Да, еще добавок. Так как мы не знаем точных значений по уровню мощности, принимаем на частоте 439-375, то мы будем опираться на банальный эсметр нашей портативной станции. То есть, были проведены испытания буквально час назад, и эсметр показывал, в принципе, в лучших условиях это 9 баллов. 9 баллов для УКВ диапазонов, то есть, по шкале эсметра, эсметра, так, 9 баллов, эсгейт, это равняется у нас минус 93 ДБ. Понятно, да? То есть, в принципе, больше давать уровень для испытаний не имеет смысла, потому что превышающий уровень максимальное наполнение, скажем так, для приемного тракта это просто, ну, перекачка сигнала. Поэтому мы возьмем для нашего эксперимента опорный уровень минус 93. Значит, теперь обратите, пожалуйста, внимание на вот этот стенд. Это, скажем так, наш лабораторный стол. Значит, есть два генератора. Почему два генератора? Потому что фактически один у нас эмулирует нашу передающую портативку, которая находится на ближнем расстоянии, а другой передатчик 99-го, ретранслятор. Нам же нужно сэмулировать. Далее, у нас есть скалярный анализатор. Он показывает уровни сигналов точно по частоте. В данном случае мы используем его для измерений визуальных, скажем так, чтобы вы понимали, как это выглядит в фильме и что происходит. Также у нас есть вот такое маленькое устройство, которое соединяет два сигнала. То есть двух устройств, двух генераторов у нас два сигнала приходят и попадают в один камень. Поставим туда 24, ну, грубо говоря, 23, вот так. Давайте так, в плюсах. Это у нас, собственно говоря, прототипко излучает. Так, теперь включаем мощность нашего R99, вернем этот уровень сейчас на значение такое, чтобы мы его визуально наблюдали. Ну, минус 62. Понятна логика, да? То есть у нас в радиотракт нашего приемника в прототипке будут приходить два сигнала с довольно-таки большими разницами. То есть один очень большой, а другой очень маленький. По факту, когда вы стоите с прототипкой, у вас в прототипку от R99 он далеко, отсюда порядка 10 с лишним километров до китейча R99. И на этом расстоянии уровень будет очень маленький, слабенький. А прототипка близко к этому таким мощным. Более того, уже преднастроила заранее мы создадим полную эмуляцию для тех, кто тоже сомневается с модуляцией. То есть у нас выдается сейчас с этого генератора R99 он выдает сейчас двух тонарий по идее SYNGAUM да, DualSign можно подним настройки кто-то может посмотреть значит выдаем первый тон 67 Гц это поднесущее открытие нашего радионоскедиата приемника радионоскедиата а дальше второй тон это 1 кГц ну тон чтобы была какая-то мобиляция мы наблюдаем его в принципе так значит на этом все этот мы строили далее непосредственно этот аппарат который портатив здесь сделаем то же самое за вас для полноценного скажем эксперимента значит модуляция FM девиация тоже 5 кГц как положено выходит у нас сайн а мы поставим DualSign в первом укажем 67 Гц и во втором укажем тоже 1 кГц так 1 кГц все то есть у нас условия выполнены и портативка в модуляции дает 1 кГц и 99 ретранслирует 1 кГц по-прознавая мы симулировали ситуацию перейдем обратно в значение мощности включим модуляцию то есть если вы можете видеть колокольчик изменился на самом деле так далее что мы имеем мы имеем PS разъема на котором уже два сигнала далее начнем наверное с портатива открывшийся приемник по сети SS2 по сквелчу и услышать 1 кГц нашего R-динус диана вот сделано поднище конечно хотите то можно поменять то есть практически все наблюдают S-метр шкалят ну тут неправильно хорошо можно да естественно мы сейчас этого не проверяем не измеряем значит уровень сигнала есть мы его наблюдаем показываем это у нас портативка это у нас напоминаю R-909 выключаем мощность сигнал пропал понятно да включили значит R-909 передает передает также портативка то есть выключаем включаем значение теперь начинаем поднимать мощность наших портатив которые рядом излучают минус 53 уже по генератору подчеркиваю минус 43 минус 33 наблюдайте вот сейчас это изменение маленькое вот я просто покажу вот выключил мощность слышите частоту сигнала а теперь и такая реверберация похожая на реверберацию это уже начинает попадать смешанный сигнал с портатив то есть вот этот сигнал начинает проникать то есть он уже превышающий сейчас значение на генераторе минус 23 а вот теперь ситуация так как на улице мы уже практически не наблюдаем да он есть но это уже разрушенный сигнал сейчас минус 3 на генераторе минус 3 на генераторе это фактически это фактически такая ситуация которая возникает у большинства двух передатчиков точнее одного передатчика рабочего на передачу и одного приемника то есть мы сейчас достигли той ситуации когда на расстоянии 2-5 метров находится прототип и они тут другого перекрывают более если мы сейчас начнем поднижать мощность нашего 99 передатчика то у нас вообще может сейчас пропасть давайте проэкстремитировать берем и начинаем улучшать мощность то есть мы вообще потеряли то есть это разница сейчас 10 дБ у нас просто закрылся приемник у нас просто закрылся приемник сказал чуть ли нижний зажател обратите внимание уровень сигнала сейчас есть посмотрите уровень сигнала сейчас есть в принципе передающий но это не слышно вот показывает я выключаю нашу портатив рядом стоящий мы принимаем как 99 хотя ну два балла показывает вот обратите внимание китайский самый обыкновенный он выдерживает в принципе по стандартам 70 дБ модель тоже киловатт Григорий тире Ульяна Жук 6 Дима так и значение для этой портативки у нас по селективу 70 ну грубо мы не будем сейчас точно ловить там 70 70 дБ да вторая станция сразу пульсинг ПИС ну и проводим испытания тоже это станция прямого преобразования в принципе ничего такого супер естественного генераторы в том же самом положении ну вот те же самые значения в принципе она где-то как-то выдерживает потому что у нас лук что-то после разъема ну все слышно да вот я натянул пошла полная мощность то есть там где-то что-то посажены еще см то есть ребят как качество обратите внимание разъемов на именно здесь мы проверили проверить туда-сюда 6 дБ может запросто прыгать это 4 раза так да мы попытаемся так вот покоржить не держи не не как раз вот так значит и проводим дальнейшее наше измерение значит здесь у нас 9 баллов R99 дает да все согласны и дальше мы будем менять значение то есть то есть вы уже слышите если обратите внимание то есть значение примерно одинаковое то есть примерно 70 дБ но если услышал чисто Q5 то это с небольшим шумом начинаем поднимать мощность нашей портативки рядом стоящей просто говоря то есть минус 19 сейчас на генераторе подчеркиваю минус 18 то есть 2 дБ уже шум пошел слышите да минус 17 минус 15 минус 15 а вот такое вот состояние Q4 ну переходной это не Q5 если слышите шум никогда не может быть Q5 это когда идеальный чистый сигнал малейший какой-то шорох малейший шум малейшее какое-то изменение все это не Q5 это уже Q4 железно значение минус 15 дБ такой же такой же примерно характеристики мы определяем конечно на слух ну потому что мы должны все-таки слышать радиотракт правильно а не в условиях скажем так на улице пользоваться какими-то там измерителями так такая же ситуация была у Voxun при значении минус 10 то есть у него уже Voxun выигрывает в 5 дБ выигрыш давайте теперь поставим минус 10 поменялись характеристики что произошло я могу сразу сказать в двух словах это отработала автоматическая система обновления и фактически все сигналы точнее процетивка сама начала поддавливать далее начинаем повышать мощность минус 8 уже хана а это значение это даже уже хуже Q3 это ближе Q2 вот сейчас звук звук сейчас топной скажем так в эфире когда читать очень сложно становится это хуже Q3 то есть то что вы слышите сейчас том это не значит что вы прочитаете тот текст который вам собственно говоря терпит потому что вы понимали потому что он напишет том никакого правда нет давайте теперь проведем эксперимент какой при вопсинге когда он запирался напомни это было 0 я извиняюсь не 0 3 а 3 плюс 3 то есть фактически прямого преобразования тракт упоксинга вместе со сквелчем он позже закрылся есть небольшая разница в отработке системы, но по факту сейчас минус 9, минус 8, минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, 40. То есть сейчас минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, 0. Ну мы потеряли сценарий вообще, обратите внимание. А там было 3, ну вот, плюс 3 ДВМ, вообще ничего не делаем. То есть проверяем, показываем. Я выключаю мощность этого, наши портативки, образно говоря, рядом стоящим. Мы наблюдаем Р-99 на плюс 5, ой, на 5 и 9 баллов по исследованию. Включаем портативку, мы ее вообще не слышим. Собственно, чем следовало доказательство, собственно говоря, данных радиотрактов, что близко стоящая портативка запирает полностью в радиотракт другой портативной станции. Своим мощностью. То есть по факту в расчетах, давайте уточним, в расчетах, для того, чтобы проверить, провести такой эксперимент, работает ретранслятор, не работает, в среднем, желательно, обеспечить развязку порядка 50 децибел. Значит, это, я вам так могу сказать, 20 метров. А вдруг этот ретранслятор в ваших условиях приходит с уровнем значительно меньше. Ну, на 5 баллов. Середина, да? Там минус 100 ДВМ, образно говоря. Ну, где-то так. То, фактически, этот уровень должен тоже быть ниже. То есть вам надо еще дальше отойти. То есть, в принципе, в среднем, по факту, расстояние 20-30 метров необходимо между корреспондентами при обыкновенных штатных антеннах, при мощности подводимой к этой штатной антенне порядка 5 вак, для того, чтобы другая прототипка могла услышать сигнал от ретранслятора. При разносе, повторяю, 7,6 мегагерц. Максимум, в лучшем случае, это будет 55 децибел. Дальше, это же станция, фоксинг. Проверяем ту же самую селективность по соседнему каналу. Теперь получается частота передачи не на 431,775, а соседний канал 439,350. Уже 99-го, напоминаю, 439,375, минус 25. Значит, генератор я уже поставил на 439,350, вот это она у нас. Мощность сейчас на этом минус 35. Включаем аглопередачу. То есть мы слышим сейчас сигнал «Полезный» на 375 с уровня, тем самым это 9 баллов. И подаем мощность вредного сигнала. То есть вы слышали щелчок, это отработала, в принципе, система РУ. Дальше переходим, начинаем мощность повышать. То есть уже наблюдаем, в принципе, ну, так же самое, с экономерно. Сейчас вот минус 30 на этом генераторе. То есть по факту, это минус 34,70, 0,033 уже. Ну, вот уже нарушение, разрушение сигнала. Ну, давайте сейчас так сразу стройчим мы. Здесь 13 сейчас. Здесь 13 сейчас. То есть это совсем по-гонечному сигнализу. То есть минус 22 это подбелет, это на весь... Ну, просто стройчь, это осталось в акценте. Если надо не слышать, он может зацепить После посещения короток с вашего Этой характеристики Теперь давайте Повышаем Этот сейчас заперся Нижний, да Ну отсутствие черняла То есть фактически Разница будет По соседнему каналу Разница между Версингом и Пунктингом Это порядка 6 дб То есть 4 раза Разница Понятно, да? Четыре раза Конечно существенно Значит, почему у нас У нас еще могут быть другие значения Я вам скажу вот что Это когда в эфире, если рядом работает Ну, вы иногда может быть сталкивались Рядом работает какая-то станция Тоже портативная С вашим автомобильным Прямо передатчиком То есть, например, там рядом Позиция будет работать или еще кто-то Частоты довольно-таки далеко могут быть Но уровень очень мощный Потому что стоит передатчик рядом То есть фактически будет тоже подавление Сухая фразивочка Обратите внимание Такая вот клавиатурка Вроде ничего Супер-естественного Бухаренная радиолюбительская Радиолюбительская рамка для станции Сразу говорю, холод жесткий Это фактически конденсантный разговор, да? Торганизация Это фактически конденсантный разговор, да? Торганизация Торганизация Давайте сразу Позреждениями сначала проверим Торганизация Слышите такой звук Неприятный Требежащий Нарушение Нарушение работы Всего радиотракта Значит, сейчас получается Минус 30 Это уже можно сказать почти Q5 Но все равно Грязный сигнал Проверяем Выключаем Дополнительный Чистый сигнал Q5 Грязный, да? Руки еще меньше 67 Децибел Значит, мы сейчас поставили второй генератор Это, как бы, образно Прототип карьера рабочий Работающий Работающий На частоту Передачи Ну, входа Грязный сигнал Поднимаем Ну, Q5 Заканчивается Ориентировочно Где-то минус 20 То есть, в принципе В принципе Разница не особо-то и велика Ну, кто не знает Это аппарат Все диапазоны КВ-КВ Любители QRP Любят бегать по горам По полям Ну, из них Да Так Вот такой вот зверь Теперь Теперь У нас 9 баллов Подвели Минус 85 Разница Это не по соседнему каналу повторяю Это минус 7,6 Давайте теперь Проведем эксперименцию Вот, чтобы не отключать ее Поставим 439 350 Соседний канал Значит, по соседнему каналу у него 55 В принципе Въезду КФТ-60 Вознаменитая легендарная станция Вот такая Уже 5 лет Уже Уже можно сказать, что почти такие же характеристики Мы будем определять точно По соседнему каналу Будет 41 41 41 41 41 41 Так И теперь переведем сразу частоту на 431 775 МГц Нажмите 74 db Там только как минус выкрей, пожалуйста, там где 85 грамм 74 db Это при разнове Точно Уверенностью Можно сказать, что на 5 дБ хуже при разнове 76, то есть фактически 69 db И сразу тогда его меняем частоту по соседнему каналу И он закрылся Ну естественно Он и закроется Так Кропочка нижняя Мони Да Ну Не пропустим Так Пошли А вот по соседнему каналу у меня конечно хуже Ну Сейчас я Уверен 35 У генератора Минус 39 Фактически на Разъемной станции Вот такие вот эффекты Вот такие вот эффекты Поисходят Значит Давайте у генчан добиваемся P5 Здесь получается минус 40 Четыре Сложно говоря Такое Даже Наверное Минус 49 Подводится Шум Есть Сейчас Минус 35 36 37 38 39 40 42 43 45 Вот Минус 45 Это получается По факту Минус 49 ДБН На разъеме То есть По факту Это 44 ДБН ДБН По соседнему каналу Значит Вот такой же На 99 ДБН Да Другой В разкраску Проверим За сколком Отличается От предыдущего варианта В черном исполнении В принципе Чем отличаться Нашим Мы сейчас И посмотрим Да Дело зрения Так И Проводим Тот же самый Эксперимент Заметьте Интересную Разницу Предыдущий Экземпляр Как трещала Те же самые условия Ничего не поменялось Что-то удивительно Честно говоря Повышаем уровень Уже минус 27 Шумы пошли Легкий шум Да То есть Фактически Можно принять Здесь 30 Это Покин 5 Давайте Сырых проверим Ну 18 То есть Фактически Где-то 27 27 60 Да 52 То есть Обратите внимание Все-таки Есть какая-то разница То есть Может быть Или Приемник немножко Просажен В предыдущие Протенки Нет Это Качество сборки Или Китайцы Особо не вдаются Подробности Все подряд Что есть А бы работало То есть Если оно включается Работает Хорошо Не работает Значит Они просто выбрасывают То есть 74 74 74 Да Ну Разница Ну Разница Интересная разница Интересная разница Обратите внимание Да Совпадает значение С Т-60 Мы Туда Даже Перемерить Даже Подозрительно Но Это все-таки Выигрывает Ситуацию Значит Известная Станция Скажем так С Володей Мы друзья Довольно-таки Давно Тогда у него еще Позывной был Р-5 ФНД И мы как-то Теперь Как бы Самая интересная Такая Ситуация Это Возник вопрос Какая станция Лучше слышит Мы отдельно проведем этот эксперимент Покажем Какая станция лучше слышит Из серии ЕЗУ Это шестерка А у меня семерка И вот на двух метрах Да На двух метрах Правильно Володь На двух метрах Мы принимали Какую-то станцию И Ну естественно Антенны-то разные Вот Но по факту Володе сигнал Мы не будем говорить О значениях С метров Это в принципе Ну Неприемлемо По факту Именно слышимости Володя Принимал сигнал Качественно Хорошо Вот А моя семерка Тогда стояла С двумя включенными Приемниками То есть я принимал Одновременно На свою портативку Два сигнала Вот И И Его вот Эта станция Выигрывала То есть она слышала Корреспондента На Q5 А у меня было так Q3 с копейкой То есть в принципе Разница большая Это считайте что 9 баллов И где-то там С4 С5 Ну С6 Вилка да От 4 до 6 Сразу скажу так Кто хочет опираться На показания с метров Даже Даже в стационарах Есть большая Нелинейность В сметре То есть это измеритель Так скажем больше Погода метров Ну серьезно То есть Можем провести даже Эксперимент Кому интересно Вот генератор есть Выдаем по таблице Уровни сигналов В ДБМах И получаем Значит Минимум 1 балл Так как задокументировано 9 баллов Так как задокументировано А вот На Средней мощности 5 баллов Мы ее не можем Отловить Потому что В большинстве С метров Средний этот балл Получаем В большинстве Станции Хочу сказать 5 балл 1 дБ Ну вы должны понимать Да что 1 балл Это 4 раза Это 6 ДБ должно быть То есть Даже в стационарах Такие есть большие Нелинейности Спасибо Мы проведем Спустя Володь сколько Подскажи Пожалуйста Лет Когда это было Прошлое десятилетие Надо посмотреть по фотографиям Выключим То есть Ради эксперимента Ради эксперимента Я убил По По факту Разницы Никакой Сейчас минус 35 Ну давайте По тому же Стандарту Мы все Китайцы Загоним Короче Задали Что То есть Слышите Да Сейчас Это Q3 Минус 7 В принципе Танцик ФТ 60 По памяти По памяти Вот Тут уже аккуратно Такие мощности Приличные Ну Пять Пятерки Давайте ДВ ДВ Я даже Сквел еще не открываю Монни Мы слышим сигнал На минуточку В каком Китайце это было? Это По поводу Зелективности А сейчас При плохом качестве Ребят Обратите внимание Мне просто Ну Жалко Остренную Шестернку Потому что Я не знаю Четких пределов Когда Радиотрак Может быть нестроен Физически Полностью Аппарат Может быть Минус 15 ДВ Если кто-то будет Работать с этими аппаратами То можно просто Выжечь Ходной Радиотрак Трассировать То есть Плюс Пять ДВ У нас еще так Помоги То есть На меньших значениях Близкий к нулю Уже запирался Учера Если вспомнить Это Это не реклама Не пиара Это просто По факту Это Минус 10 То есть Фактически По факту Сюда приходит сигнал С разносом Минус 7,6 С уровня Минус 14 ДВ Вот Идеальный пи Это сейчас Минус 19 По китайским измерениям Это даже больше Это вот Где-то Минус 13 То есть Определитесь Давайте И поставим Редикт Я предлагаю Поставить На значение Минус 15 Все слышат Хорошо Какие руки Пожалуйста 74 74 Вот Соседний канал Ну и естественно Он по ту Ну и естественно Он по ту Вот Мы получили Значение Минус 43 Генератор дает 46 46 Значит По соседнему каналу 46 дБ Ну Старая портативка Еще Такая Одна из боевых Вы все не приведете Они С 2004 года Короче Да Но это не та Которая была на море Та погибла Смертью храбро Вот К сожалению Смертью храбро Но не важно Значит Сейчас Какая ситуация В X6 Там один приемник Здесь у меня два приемника R99 Стоит сейчас На втором приемнике На нижнем Оба включены Давайте Вот Для чистоты эксперимента Проводим Измерения Одинаково То есть Я сейчас Вывожу какие-то значения А потом отключаю Второй приемник И на первый приемник Смотрим раз Второй канал Это по соседнему каналу У нас Шум есть Все слышно? Угу Шум еще Легкий В принципе По китайскими Квартативками Измеряем Ну Полное исчезновение Шума У нас Значение Получается Минус 55 Давайте Точно 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 Так Теперь Давайте Точнее Сделаем Так Я включаю На втором приемнике И он только один Дополнительный приемник Нижний Как его называют И Только он Включен Первый отключен Проверяем Просто банально Можем не записывать Или мы запишем Как хотите Запишем Ну Шум проплаван Награничный Фактически 5 децибел Ребят Этот эксперимент Я еще не проведен Мне самому интересно Володя Значит Для тебя Персонально Рассказывай Разница В децибелах Ну Туда Плюс-минус Мы десятые Сотые Тем более Не ловим 5 децибел По Селективности По Соседнему Каналу У семерки Это разница Между включенным Первым приемником И Выключенным Понятна мысль? 5 децибел Теперь Я переключаю На верхний Приемник Здесь Тоже Первый приемник Все Те же самые условия Разница Получается Итого 7 децибел Да? Между Первый приемник И второй приемник То есть Первый приемник Выявил Второй приемник Володя Я еще раз напомню По истории Когда ты принимал На шестерке У тебя один приемник И ты больше Ничего не мог включить Ты не мог привнести Искажений Изменений В радиотракт Антенна то одна А Я принимал тогда Вторым приемником На двух метрах Понимаете? Да? Все Улавливать С включенным Первым С включенным Первым Да То есть Мне тогда надо было Чтобы добиться Примерно такого же качества Как у тебя Мне надо было Выключить Второй приемник Оставить только один Первый Слушать на первом Частотой Изменяем Частотой Так 435 Частотой 775 Мегагерц Так Переключаемся Сразу В мощность Ну давайте Посмотрим Когда у нас У меня задавится Скорее Уже Ноль Мы уже плохо слышим Плюс 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 5 Частотой 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 Разница Разница Селективности В Между Шестеркой Смерть Я говорил Шестерка В некоторых Случах Выиграна Мы же не знали В том случае Что рядом еще А на самом деле работа инстанций. Так что разницы практически нету. Минус 30. То есть, в принципе, среди потолочной всех остальных станций. То есть, по факту, когда вы экспериментировали, вы снимали видеосюжет, тот же самый примерный эффект был, как и на всех остальных станциях. Включим второй дополнительный. Я включил второй дополнительный канал. Только на нем давайте, наверное, поставим двухметровый диапазон. Я сейчас только экспериментом. Похоже на 10. Вот такие секреты. Третьих поставим. И будем слушать первые приемы. Слушаем. То есть, в принципе, можно сказать, что по селективности, когда далеко находится передача, уже не влияет. Не так влияет сильно. Видите? Те же самые получаются показания. Теперь переключимся. Тут поставим у нас двухметровый диапазон. А здесь поставим как раз 70. На втором приемнике. Теперь включен второй приемник. И первый приемник активный в нижнем приемнике. Те же самые значения. Но мы уже вообще ничего не слышим. То есть, по поводу второго приемника в семерке, насколько он, скажем так, хуже. Но это сдокументировано. Это факт. Говорим о нем и значениях. В лучшем случае это 4 децибела а то все 5. Разница. И предыдущий эксперимент это показал, что разница между верхним приемником в семерке и нижним приемником вторым дополнением разница 5 децибел. Это у нас вот такой вот аппарат, который в руках я еще вообще не держал, не вертел. Тоже ЕЗУ. ВХ 8. В свое время очень сильно распиаренный. Все кричали, что супер-купер. Сейчас мы это проверим. Включен. Обратите, пожалуйста, внимание. Верхний приемник, по идее, это должен быть основной приемник. И включен дополнительный нижний приемник. Вот так. сойдем на стол украинника. Проверяем с двумя приемниками. Ну, в принципе, давайте так. Уже значение, если обратите внимание, 0 децибел, это Q3, как было практически с моей семерой. то есть я не думаю, что он прыгнул значительно лучше. Не, не, сейчас не выключаем, лучше еще. Неправильно. То есть давайте дойдем дальше в фракцию. То есть он фактически порох. Порох плюс 5 ДБМ прошел, и тут он выигрывает. восьмерка выигрывает не по соседнему каналу, а по с разносом 7,6 МГц восьмерка в 400-ом технологии выигрывает, конечно, у шестерки. Дальше, наверное, крутить не будем, потому что, честно говоря, ремитируем будет дороговато. Давайте дадим Q5, когда нет подавления. не очень узкая, довольно широкая. Ну, можно сказать, вот уже граница. Легкий шум. Какая большая динамика, радость. он есть еще этот шум. А вот его нет. Это минус 19. Ну, давайте возьмем такой, как мы, в принципе, по всем китайцам измеряли. Один и тот же параметр будет выбрать. Легкая такая. Это Q4. То есть Q4, скажем, там, с половиной. 78 это первая плюс второй да. только на соседнем канале. Документы 64 это по соседнему это соседняя колонка. вот здесь. 54 54 динамические градусы. То есть в принципе можешь писать, что один приемник обеспечивает все те же самые первый приемник верхний по соседнему каналу да, те же самые 54. 54, да. То есть тут чуть похоже, примерно это получается в 3 дБ разница. Это фактически мы принимаем на втором приемнике включенный первый приемник. Верхний, первый приемник это нотометровый динамический второй приемник это 400 динамический динамический по соседнему каналу для этого рассмотрения. 48 так и меняем сразу туда Вот где-то такое же примерно осталось, может быть даже минус 20 будет, ближе, а тут разница, 70 гб, да? 69, 69, так, 39, 40, 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 41, 41, 41, 42, 45, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 43, 44, 43, 44. Вот где-то 50. Так, мы закрылись и не слышали. Начинаем слышать плохо, да? Всем слышно, да? Чуть-чуть лучше Ну вот так Все, считаем, наблюдаем 47 48 Значит, получается у нас 79 А там 78 И вот этот вот Вот так Считать 73 Это А когда там было 92 Поэтому Минус 3 73 А запало в чем Так Так Мы полежим С последнему Добьемся такого же качества Последняя По Восьмой головой 57 67 Проверяем Точнее Запишем Точнее Запишем Так Так Проверяем по Соседнему каналу Посмотрите Посмотрите Как интересно Именно Система Там где цифровая обработка сигнала Вы же понимаете Что это не совсем просто Вот Как она лакомная радиостанция Это немножко Полное забитие Это Ну Считаю, что Минус 15 Я сейчас даю Минус генератора То есть Минус 19 ДБН У нас На входе На трансилер Ну Считаю, что Такой же легкий шум То есть В принципе Ну Ну Наверное 30 Минус 30 55 59 Да Соседнему Соседнему Да Соседнему Соседнему Ну Уже почти не слышно Володь При Плюс 5 ДБН По Соседнему То есть Это При разносе 76 Так На Состоянии 76 Мингерца Уже теряется Сыгнал Считай, что Он есть, но Не какой-то Фи-2 Это Это Ноль То есть Это Минус 4 ДБН Это Сейчас У нас Минус 9 ДБН На входе На трансилер Легкий шум Это Больше 18 Это 16 Считайте 73 Значит Это У нас аппарат Тайтына Той же Китаец Это Минус 7,6 Поднимаем Мы потеряли вообще сигнал. При сигнале на частоте ниже от основного 76 НГц при уровне 2 ДБМа на генераторе это получается минус 2 на консиле. Интересная зависимость. Какие-то переходные процессоры в АРУ очень короткие, причем 1 ДБМ, то есть если в предыдущем аппарате в Кайперии намерили и оно такое плавное размазанное, как и в нормальных всех аппаратах, то получается АРФХМ. Так, дальше там уже не про качество. Все. Что-то супер попробовал. Вообще-то удивительно. Восемьдесят два. Восемьдесят два. Восемьдесят два. По соседнему каналу. Начинаем что-то слышать. АРФХМ Ну, тут такой специфический, кроме шума ещё такое маленькое дребезжание, если прислушаться. Это тыNO жительный сигнал сейчас, нет 2. Это ДСП. Тут тоже ДСП? Конечно. Но тут оно не так работает. Дхасынском исключен процессом ДСП. Короче... Не китайское. Это вообще... Тут очень слабо. Ну давайте так. Вот такой вот уровень. 56. 56. Вполне нужно. Вообще-то даже удивительно. РТ8 модель. РТ8 модель. Ну вот шум пошел. В принципе. Дальше закрылся. Короче, можем считать, что минус 30. 59. Ну то есть одинаковое, да? По соседнему. Соседнему. Сейчас разносим 7.6. Соседнему 7.7. Тоже самое. Ну там уже нарушение шутят. Ну... Минус 10. Вот так. 7-7. 7-7. Да. Чуть чуть чуть. Ну. Ну... Так. Ну сразу при селиктивности. 9 баллов. Оказывается шкал полный. в принципе рассчет смотрите внимательно ну тут интереснее оборудование как бы не совсем ради любительская да там ну как для ради любителей ну уж у нас больше для поиска оборудования я подключил но почувствуйте пояс метру все видят или выключаю день включаю но пол шкалы видите ну шумы не слышим но с метр уже показался то есть вот тут это как раз важно то есть если портастика это просто средства связи то этот прибор ну не совсем измерительный но я не имею я ничего против не имею этих приборов на самом деле сканера тайку довольно-таки тоже неплохо сейчас проверим вот пошел легкий шум примерно такого же качества и обратите внимание на есть метр неизвестный но он пустой один балл ну или там два балла минус пять шумы то есть он нехорошо по термическому но это разлом со всеми шесть вот легкий незаметный шум но отклонения пояс нету минус 28 сейчас а если 20 так теперь так для общей справки сейчас сделаю так что показывал вот это положение в принципе теоретически чисто теоретически не влияет на радиотракцию и на слух не слышно то есть можете сами понимать насколько большая велика динамика так теперь это ну это разлом семи шесть это больше влияет если вы работаете рядом с каким-то ретранслятором то а частота где-то для мониторинга находится выше по частоте ну или ниже неважно на этом отстоянии примерно да по частоте такие будут у вас характеристики теперь меняем лат логично вверх 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 я уже забыл вверх 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 то да, если реагироваться по его эсметру, то... Если по эсметру, то давай по эсметру. Добиться, чтоб он 9 показывал, да? Нет. Немерцающий девятый балл. Да. А, ну да. Такая дорога, мне может быть. Да. Девятый балл. Выключаем этот балл. Нет, нет. Можем там, конечно, опустить уровень, чтобы увидеть, где максимум 9 баллов, но тем не менее, по таблице это 9 баллов. Сколько там получается у того генемической разницы по всем годам? Двадцать шесть. Двадцать шесть. То есть, фактически, для сканера, ну, станция еще хуже, на самом деле. Если разница будет двадцать шесть децибел, лучше не будет значения, а будет только хуже, то уже сканер может запираться. То есть, фактически, сигнал есть, но он его будет слышать. Но он его не остановится, может не остановиться при сканировании. И фактически, с метру полного балла, то что у нас там, сорок... Сорок четыре. Сорок четыре. Сорок четыре. Это без амплифайма. Вот, точнее... А сколько это? При амплифайме. При амплифайме. При амплифайме. Там, по идее, шесть дпп. Ну, так и есть. Примерно даже шесть. Сорок один, сорок шесть, сорок пять. Там, по идее, шесть дпп должны быть на этих аппаратах. Так, по соседнему банану, сорок. Что-то, 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 нет? Ну, уже не слышат, на сетапе уже не слышат, на минут двадцать. Ну, то есть, с предыдущими аппаратами уже... Какой-то, это было, где-то, да. Вот. Выключил дополнительный? Что-то не включился, не знаю. Включил, но есть. Слышно шум, да? Да? Слышно. А это кнопку включить, что дай, пожалуйста. Ну, меньше, давай. Чтобы уменьшить, вернее, уменьшено. 50. Ну, по крайней мере, что там, 39? 50. 50. По соседнему? По соседнему, да. 50. С разносом 7,6. Ну, что, в принципе, ну, минус 5. Классика уже жанра получается на сегодня, да? То есть, в хорошем случае... Ну, минус 15, давайте так. 74? 74. Да, фунт 2008. Авторский. Значит, уровень. Сейчас все то же самое. Мы проверяем сраженность на 7,6. Уровень начинаем. Повысим до запирания. Проверим. Фактически пошел шум. Q3. Это 0. Ну, то есть, фактически, на приемнике минус 4, грубо говоря, ДБМ. Ну, плюс 5 на генераторе. Итак, минус 4 на приемнике. У нас уже фактически полный шум. Ну, разрушение сигнала не восстановлено. На 8 метра здесь. Тихо. Символов, как. 6, 7. Документ или нет? 84. Что? Что? А чего не ожидать, если... Это не соседний про Wasp. 84. Начали слушать минус 15, в принципе, не плохо, по софинам. Некоторые на росте они 7,6. Так, начинают слушать. Тоже большая такая динамическая полоса. Мы практически шум не наблюдаем. То есть по соседнему каналу... 51, да? 51? 51. Это вообще я на идеальный Q5 практически говорю. Классический аппарат. В своё время очень даже хитовый. Пошёл легкий шум. Ну, это практически запирание полное. Сигнала нет. Минус 10, да? Мы на некоторых вещах получили. Сключённым, значит, предупрекляем. По полной программе. Минус 10 сигнала считаем, что нет. 15, да? Нет, ну не 15. Минус 20. Даже минус 22. Минус 22. 67. А, 67. А, 67. Соседнему каналу, троихровка, это 67. Дэбэ. 48. 45. Соседнему, 45. 14? Так... Так. Минус 22. Да. Минус 23. Ну, идёт, что я не могу сказать? Затем, что ты мне не работал. Минус 10. 79. 73. Где у нас есть 73? 9. Хайтера. Первая команда 74. 79. Хайтера у нас, да. Проверяем тайком. 70 тысяч. Те же самые условия. Разнос по частотам 7,6 мега. Ищем точку, когда фактический сигнал, потеряем помощь. Ну вот шум пошел. Ну вот еще. Ну пять. И слышат. То есть фактически у него хорошие динамика. То есть в принципе согласны? С уровнем? Так же как предыдущих во всех испытаниях. А как его можно? Минус 3. У нас пока еще будет характеристична. Да, было 85. 86. Если на синтез маске было 85. Так. Их по соседнему каналу. Это не совсем. Ага. Получок да, а качество вообще не меняется, это самое лучшее значение Выключал, да, все фильтра НБ выключено Все выключено Голд Голд Предуседитель можно включить Попробовать А, это с выключенной предуседительной Да, с выключением Преприпаре Прямо туда Ну перегружать его не будем, смысл Но все равно те же значения, самое лучшее Даже в принципе Нет, ну тут шум есть Прямо 1 балл добавляет Ну где шум срабатывает и убираем сразу шум Ну легкий тут, да Тут все равно ДСП работает, уже шум срабатывается через цифру Ну потому мы можем те же самые значения Чтобы даже С Преприпарером Ничего у нас не поменялось То же самое Это цифра В принципе шикарно Теперь точно такой же 7090 Попробили Да Только единственное хрип есть Вот этого хрипа нету в предыдущем То есть в принципе тут что-то немножко Или иные настройки Или что-то неисправно Это ж бушко Ну я очень хорошо бушко Ну это надо отдельно Значит в принципе Давай так Ну примерно те же значения Минус 20 Что у нас что-то поменялось 69 только было 69 То есть в принципе то же самое Но на этом мы можем Попробили Вирус по соседнему каналу 60 Вирус по соседнему каналу 70 Вирус 70 Вирус Так Мощность щас Вирус Мощность Ну Вирус 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 Примерно так же, только вот хрип есть нехороший, скорее что там что-то примерно подболело. Ну, в принципе, он удерживает. То же самое по сути в начальстве. Те же самые параметры. Есть так, выключаем, смотрим. Ну, в данном случае трансивер не показывает, это 9 баллов, 8,5, грубо говоря, где-то так. То есть, в принципе, есть подозрение, что где-то какие-то потери всегда есть или что-то не справа. То есть, в принципе, они показывают максимальную мощность. Он должен показать в данном случае четко. Смотрим. Ну, появился шорох. 0. Тоже был 0, да? Тоже был предыдущий раз. Опять тоже слышно. Где-то так же. Какие были? В принципе, без изменений. ЕЗУ, ФТ, 7900. В принципе, все то же самое, что и предыдущий, но тем не менее, проверим, как говорится. Значит, мы уже наблюдаем искажение сигнала и проверим дальше. Частоты. Это при разносе 7,6. Он не запирается. Дальше крутим немножечко. Угу. 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 То есть, крутим дальше взять? «Плюс 5ДБ. Многовато. Наверное, не стоит». То есть по факту можете наблюдать, что искажения небольшие, запирания мы искать не будем по углу перегруза, найдем просто по качеству. Примерно так же, как вот с предыдущими. Вот идеально. Восемьдесят три. Восемьдесят три? Восемьдесят три. В соседнем экономике. Спасибо. Восемьдесят три. Восемьдесят три. Восемьдесят три. Сигнал есть, теперь все наблюдают 7 баллов по-моему 5-6 баллов Согласны? Да, античный баллов 6-6 баллов, если их округлить 9,86 Выключим Включили Разница незаметная Скорее Ну, давайте так, 16 74 73 Ну, в принципе, по стандартам 70 дБ станция Приемник должен по соседнему каналу выдерживать То есть, в принципе, для профессиональной станции 74 Это такой старенький аппарат Очень велелучий, на самом деле RX Слышен 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 Ну, в принципе Там схема серьезная внутри, я смотрел на схема Схема серьезная Схема серьезная Там три планы Так тихонечко Так тихонечко Дайте мне слушать Вот так Очень приемник Ну, минус 119, минус 120 В принципе, для него Так тихонечко Так тихонечко Так тихонечко Разве вот Значит, это Испытание Чувствительности Волсы 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 Накую Так тихонечко Волсы 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 На генераторе сейчас минус восемьдесят девять, по идее, должно быть минус девяносто три. Так, включаем, появился шум уже. Все обратили внимание, да? Давайте проверим, где у нас. То есть минус пять, это уже минус восемьдесят девять. Вот, в идеальном качестве минус восемьдесят девять. Шестьдесят пять, шестьдесят пять, восемьдесят девять. То есть минус пятьднадцать. Что это у нас там включается? Семьдесят четыре, да? Семьдесят четыре, да? Вот такой откликается. Жильки. Семьдесят восемьдесят восемьдесят восемьдесят. А кредит это что? Это вот, в предыдущем так было все хорошо на этой мощности, но вообще нет. А это воспринимает он чувствителен. Поэтому уменьшаем уровень соседнего сигнала. Возбавились. Шум не появлялся. В этом радиотракте получается именно сложение. Скорее всего тут даже у него может быть и лучше значение на самом деле. Семьдесят девять. Давайте так, как бы, минус двадцать пять. Это что у нас будет? Шестьдесят пять. Шестьдесят пять, да? Шестьдесят пять. Точно шестьдесят пять? Ну там все девяносто врать. Как выглядит девяносто. Ну, уже можно принять это значение. Принимаем минус двадцать здесь. Ну, понятно, что минус десять уже сохраняется. Впрочем, принимаем минус двадцать уже. Семьдесят. Семьдесят, да, получается у нас? Семьдесят. 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 Даже, ну, чуть хуже эко-мо-айси, что, ну, для прототипки, честно. Ну, легкий шум, где-то на границе. Ну, двадцать. Вадим, минус двадцать семь. Ну, дальше уже начинаем шум. Это получается у нас? Шестьдесят три. Да, ну, давай. 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 Сейчас. Давай. 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 Что? Интересно, теперь чуть витинать поведет. Ну вот такой вот шум, вот она как, ну тут минус шестнадцать Семьдесят четырнадцать 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 Посмотрите, это шестнадцатый канал, да? Ты вырезаете фэм диапазон восемьдесят восемь сто восемь Ну на приемнике и на СД и на айфобе 20-м То есть прием, значит, обувшается Интересует уровень подавления, да? И подавление, и что оно? По потерью? Да То есть расчет ABU-110 Хорошо, ну тут есть такой максимальный глубокий пик, да? Он равняется минус пятьдесят один На частоте 105, по-другому Так? Если интересно, конечно, я могу развернуть Полосу, по-другому немножко Значит, сделаем тогда частоты Старт-фрекинг шинасу, через то где-то от пятидесят семи мегас, да? Пятьдесят сто пятьдесят, поставим, да? Пятьдесят сто пятьдесят, поставим да? И это для квшной части, то есть и на двойку на четыреста, да? Хорошо, значит, мы тогда ставим верхнюю частоту 440, окей? У нас при почти три децибела это на 113 мГц Значит, самый глубокий провал у нас в этом фитре помещается Минус шестьдесят один, самодельная такая штучка Вот такая Минус шестьдесят один, на частоте 103-95 То есть, в принципе, где-то центры в основных вещалок, которые дуют в центре города большую мощность А многие станции из этой иной эйти эпоху, конечно, очень сильно ставят Для того, чтобы подавлять вот эти эйфрайм-вещалки, да? Да, вырезать вкладами Хороший, конечно, режепторный фильтр Ну, мне нравится Честно говоря, добиться Я вам серьезно говорю, так как сам занимаюсь режепторными полосами и фильтрами Добиться Ну, на этих частотах, конечно, проще Но, тем не менее, на частотах, которые выше, даже 0,4 Гига Обрезать вот так, ну, в домашних условиях, изготовить фильтр, который обрезает 35 дБ сотягу И оно начинает работать на частоте Ну, по глубокой, скажем так, режепции 80,5 МГц А по скату в полочке минус 3 Почти так Короче, 72,7 МГц 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok